Процедура газожидкостного пилинга относится к категории аппаратных уходовых методик. Несмотря на то, что в названии есть слово пилинг, поверхностный слой кожи обновляется очень деликатно, не травмируется, не шелушится, не краснеет. Кроме того, аппарат позволяет вместе с лимфодренажным массажем вводить под кожу самые разнообразные питательные вещества, микроэлементы, витамины или гиалуроновую кислоту. Процедура отравматичная, не вызывает ни шелушения, ни покраснения. Под напором газа и жидкости мы отшелушиваем верхний роговой слой кожи. Хорошо сужаются сосуды, то есть показана процедура женщинам, ну и мужчинам тоже с куперозом выявленным. Также мы очищаем поры, так как работаем по физраствору, и физраствор у нас очень хорошо, солевой раствор вычищает поры. Распыление состава происходит со сверхзвуковой скоростью, что позволяет тщательно очистить кожу и обеспечить глубокое проникновение питательных веществ. Здесь особое внимание уделим мелким морщиночкам, которые у вас в принципе проявляются от недостаточности увлажнения. Альгинатная маска, которую обычно наносят после газожидкостного пилинга, знакома многим и как отдельная косметическая процедура. Альгинатная маска у нас готовится из бурых водорослей, поэтому она застывает. А что делает альгинатная маска? Потягивает овал лица, питает кожу микроэлементами. Все закрываем кожу увлажняющим кремом. Крем возьмем немножечко поплотнее, потому что на улице зима, мороз. Процедуру газожидкостного пилинга рекомендуют проводить курсом 5-10 сеансов один раз в неделю. Пилинг не привязан ко времени года, а потому делать его можно в любое время. Пилинг не привязан ко времени.